То ли наоборот плохо, но точно это уже не вы. Не такое вы как бы знали. Это вот ровно оно. Итак, вот структура. Есть воля, которую некоторые говорят, это и есть я. Вот тут невидимый центр. В индийских традициях это обычно свидетель. В других традициях это воля, то есть начало какое-то интенсиональное. Вот сознание есть, это то, что мы можем себе представить. Бессознательное, то, что не можем представить. Но мозг же думает, ты уже не выключишься, оно же там есть. Вот тело, экзотело и экзокортекс. Вот смотрите, линия вот эта красная, она как раз проходит по вот этой границе психики, потому что это составные части психики. Это то, что не совсем наше, то есть оно вынесено. Например, экзокортекс я могу кому-то в окно, например, свой, я могу передать. Или мы вдвоем можем оба рисовать в экзокортексе. То есть он чуть-чуть и тело мое то же самое, я могу тело кому-то сдать в аренду. За некоторое время. Вы знаете, многие выступают против этого, чтобы я тело сдавал в аренду. Ну, одними способами можно вроде как официально сдавать в аренду, другими способами нельзя. Вот, ну, то есть вы понимаете, сложная такая история. А экзотело, ну, экзотело вроде можно, оно не сильно отличается от тела, но у либертарианцев есть самопринадмежность. Почему? У каждого человека, предположим, это воля, они говорят, что тело принадлежит этой воле, как к собственности. А мои вещи, вот моя рубашка, является продолжением тела и в силу вот этой самопринадмежности собственность священна, потому что когда вы отбираете без моего согласия моего тела, ну, это вроде нехорошо, каннибализм уже упоминали, рад, что это там упоминали, это вроде нехорошая история. То есть частная собственность священна, в том числе и собственность на всякие машины, на экзокортекс. А экзокортекс, это безусловно, тоже машинерия такая же, как тело. А экзотело, это инструменты. То есть отнять от меня компьютер нельзя, потому что он мой. В нем мой вот этот персональный ассистем. А дальше начинается интересное, потому что если у нас нейронет, то мы лезем в сознание, как минимум. И уже намеки есть, что мы можем залезть в бессознательное. И далее, либо мы в сознании подчиняем такому же волевому контролю со стороны экзокортекса, и там агент, как и воля. То есть у нас две воли действуют на сознании. Если картинки мигают, например, можно как в телевизоре остановить картинку и рассмотреть ее. Ну, как в блокноте. Блокнот мне ровно для этого и нужен. У меня мысли мигают, я зарисовал, смотрю, боже мой, что же я такое непорошее написал. А внутри головы? Внутри головы там все мигает, очень трудно сосредоточиться. И мы можем вот это вот использовать. То есть получается, что нейронет, вообще говоря, отчасти меня. Но лезет, смотрите, туда, куда раньше и представить было нельзя. Он лезет внутрь, а не вон снаружи вот этой вот линии. А дальше и бессознательную. И, кстати, до воли там тоже полшажка. То есть до ощущения себя, до ощущения самости, до расщепления личности, сколько там разных воль действует. А вы знаете, что на одном теле очень часто психологи любят это разбирать? Поли личности живут. Целые зоопарки иногда человеческих особ. Вот там все получается не так просто. И ответить на вопрос, вот чье, и что с этим делать, вот так просто нельзя. И будут все варианты владения и границ. Вот типичная схема нашего любимого нейронета. Как вот здесь физически посмотреть? Ну, есть интернет, он же нейронет, если там нейро какая-то информация. Вот у нас всякие разные спикхолдеры. Вот это вот фасилитатор. У него есть, наверное, какие-то права фасилитатора. Какие права? Ну, залезать кому-нибудь. Либо только в экзакортекс, либо кому-нибудь в кортекс, в сознание влезать. Либо воздействовать на волю. Например, затыкать. Ну, не просто микрофон отобрать, а, например, вот так. Причем не на уровне рубашки, а прямо на уровне мозга. Он же фасилитатор. Понятно, да? То есть у него власть. А там есть вот Алиса, Бог, они участвуют, делают из себя коллективного гения. Проблема в том, что тут есть еще огромный сервер вот в этом вот облаке. Вот этой группы. Он чей? Есть, вообще говоря, персональный, коллективный вот этот коллаборейтинг систем Чарли, есть Алисы, есть Боба в их компьютерах или в облаках, или дома, или в телефоне, или прямо в чипе зашитый. Но это же не поможет, потому что чип-то зашитый, перепрошить-то его всегда можно. Вы знаете, что недавно в холодильнике участвовал в хакерской атаке, потому что он везде процессор. Ну, когда в хакерской атаке вот нет, и будет участвовать ваш чип прямо внутри вашей черепушки, а что? Процессор есть, есть, ну и ваша черепушка заодно вот нет, и будет. Это может быть не так смешно. А с кем это вот это говорит? Что вот эти вот сервера, это же как бы они физические, они же где-то, но находиться где-то сегодня не убирает возможности иметь контроль откуда-то извне. Вопрос, какая там будет еще архитектура? То есть, кто определять будет? Чем можно делиться, чем нельзя? Я очень уверен, что вы будете это определять, потому что вы знаете, что поставщики оборудования регулярно выполняют. Ну вот, например, мне приходилось участвовать в... Я когда-то ходил много в разные бессорганы, но я не запомню. Вот там дискуссии, например, почему у нас вдруг перестала быть поставка дешевых АДС. Вы не знаете? Были дешевые такие вот АДС китайские всякие, а потом кончились дешевые АДС, стали столько дорогие. Никто не знал почему. Выяснилось, что пропихнули некоторый специальный стандарт, по которому дешевые АДС без возможности прослушивания с опущенной трубкой перестали поставляться. И только если у такой АДС есть возможность прослушивания с этой самой трубкой, опущенной, замечу, с центрального пульта, с любого телефона, вот только вот такие АДС, они выжили. Это означает, что вы можете эти команды давать на такие АДС, прослушать телефон с опущенной трубкой, в том числе не из вашей компании, откуда-нибудь встретить там серверов. Я помолчил про разные процессоры, которые поддерживают разные режимы защиты якобы собственности, на уровне процессоров. Вы знаете, Литл очень увлекалась вот такими вещами. То есть там много чего в этой области делается, о чем мы даже и не знаем, но как только мы начинаем строить вот эти вот коллективные гении, то сразу становится вопрос, чей гений-то? юзатель-то его кто? Вы думаете, вы? А кто еще хочет узнать эти идеи, которые гений породил, а не чьи? Ну, так же точно, как вот тут вот вы сейчас что-то делаете, а потом вот люди вот в этой будут отчитываться. Это как бы не вы делаете, это они делают. А за них как бы там вся страна будет отчитываться, что нет, это как бы, нет, что вы, это как бы лично Путина как-то делает. Нет, не так. Да ну. Так-так. Так-так. Это будет, что в нашей вот, вот видите, вот у нас в стране вот это сделали, как бы не вы же сделали. А если бы не вот это все, то вроде отчитываться нечем. Тут не попрешь. Я просто к чему? Вот на предыдущем слайде, вы помните, там вы видите дополнительные стейкоперы. Компании участников группы, компании сервиса ВИСЕИ, компании сервиса ВИСЕИ, эти все сервисы устроятся как сервисы, спецслужбы государств, кракеры всех мастей, поставщики облака, поставщики персональных устройств. То есть все они там есть. А есть ли сегодня аналоги? Да есть, безусловно, потому что любая сегодня интернет-система это вот такая же. То есть всяческие системы проектного управления какие-нибудь или системы поддержки личной производительности, вот все вот эти вот сервисы, у них ровно те же самые задачи. То есть вы выставляете туда какие-то данные, и вроде бы оно нас никак не касается, единственное что, что дикое количество настроек правил, если я всегда в них путаюсь, я думаю, вы тоже путаетесь. Невозможно принять эти решения, просто хаюк какой-то. Падение производительности сервисов, как я уже говорил, вам надо каждый чих проверить на соответствие 28 разрешениям с разных сторон. И еще все эти проблемы политические с серверами этих сервисов, которые будут считаться сервисами, только если они сервера разместят на нашей территории. Вот это вы тоже, я думаю, эту историю знаете. В нейронете. Там искусственный интеллект и нейроинформация. Она может быть, конечно, приравнана к медицинской информации, но это не медицинская информация, их же не медика интересует, так же интересует полиция мысли. О чем вы думаете, да? Помогать-то мы будем вам не лететься, а помогать вам будем гениами стать. Вот. И массовое поведение, это вот последний вопрос короткий, я его даже раскрывать не буду. Потому что с массовым поведением, как оказалось, все борются за правеси, активисты. И они шумят, 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 потому что это важно, надо быть личным. А народ дает эту правеси за бусы. Вот. И может быть, там кусочек формы. Ну да. То есть, бусы и безделушки выигрывают у любого правеси. То есть, если вам говорят, что мы вам делаем вот такую мелкую услугу, только поделитесь всем про вас и ваших соседей. Все, что знаем. Ну, как бы, постучите на себя и соседей. Как это вот. За 100 платим? Чем платим? Ну, абсолютно не важно, чем. Например, мы вам расскажем, какая похода в соседнем городе. Очень часто, например, вот в таком городе. Вы легко идите, наверное. Ну, вот просто со всеми легко. И все так идут. Не только вы. Все идут. Поэтому в непонятной ситуации все равно осадочек. Рынок быстро покажет, кто вправ. Но законодатель обычно цепляется за какой-то пратус и изготавливает осадочек, который потом на много лет остается. На рынок это все по-другому будет идти. Это будет игнорироваться все, что там государство. Но всегда есть такая статья, которая позволит привлечь кого угодно, за что угодно. Абсолютно официально. И это одна из основных проблем. И если речь идет о персональных и коллективных ассистентах, то вопрос, как платить-то будет за них? Бусами. То есть они вам будут давать как бы что в обмен на вот эту вот гениальность. Ну, а придется, наверное, мозг выворачивать наизнанку. Вот. Эксгибиционистам некоторым нравится быть, да? А вы будете показывать какие-нибудь еще гораздо более интимные вещи для того, чтобы из вас гения сделали. Как бы эксгибиционисты понеболе. А, еще будет сервера, на которых весь ваш этот эксгибиционизм будет храниться на протяжении полугода. А вдруг вы подумали что-нибудь нехорошее и показывали это кому-нибудь нехорошему, так вот мы сравним и посмотрим. Вот, собственно, это и есть основные проблемы, которые вытекают из нашей программы нейронета. Эти проблемы, невзирая на все проекты, которые идут, они остаются. То есть, то, что я о них сказал, это не означает, что они не решены. Наоборот, по мере появления реальных нейронет-программ, демонстраций, вот в 2018 году они это продемонстрируют, вот, эти проблемы будут стоять просто в полный рост. спасибо. Раз, раз, раз. Еще раз же есть время на вопросы, я по-моему, запросил. Да, у нас есть. Слышно? Нет, нет, нет. Вы же слышали? Есть какие-то вопросы? Можно вопросы? Так, ну, я, конечно, так быстро не умею, но, по-моему, в первый день. А у вас был перед миром какого-то? Ну, взгляд, да? Одна из выгод, которую дает нейронет, это возможность создать коллективного гения, который будет генерировать суперидеи. Да, коммунизм. Ну, может быть. Кому будут принадлежать права на уйти деньги? В принципе, это вопрос, который возникает с правами на результат очень разных видов творческих деятельностей. Ну, правда. И часто бывает, что если... Вот те, кого я упоминал, ваш вопрос понятен. Все, кого я упоминал, они все считают, что это их права. Спросите страну. Она скажет, что все, что создано, это как бы видеоидное. И все. А как? А что еще? Попробуйте отдать это. Ооо, тут же вам и налог возьмут, и все. Если вы создадите, и кому-то там на баланс не повесите, вам еще и скажут, что вы еще обмануть хотите. Мало не покажутся. Мало не покажутся. Но это да. Вот любой коллективный ассистент вы должны вспоминать про колхозы, там даже самая история. Должны мы в нашу мозги отдавать, как корову раньше отдавать, а что-то мозги в колхоз. Почему? Скоро, если вы не будете отдавать это дело в колхоз, будет сразу, что вы же одиночку уже ничего не умеете делать. Вам надо к коллективным гением присоединяться, выбрать себе гения. Ну давайте мы это превентивно сделаем, как колхозы сгоняли. Вот то же самое. По умолчанию пенсионные счета. А, кстати, пенсионные счета вам привяжут. На патенты индексировать. Я говорю, мир очень радостный такой возникает, но это не антиутопия. Это как бы самое, что ни на есть, утопия, потому что мечтают об этом. Какая же антиутопия? Скажите, пожалуйста, когда вы губинаете, ситуация с приватностью, нет ли оценок? А сколько на самом деле стоят эти приватные данные? То есть в числах можно ли как-нибудь? Потому что... Да, конечно. Да, конечно. Регулярно делаются такие ошибки. Ведутся разговор о правесе, а экономическая действительность просто откидывается в сторону. Ошибки такие делаются. Всеми. Очень часто эти ошибки делаются абсолютно намеренно. Во всех дискуссиях, которые требуют введения государственной инфраструктуры, вопросов экономики выкидывается. Поэтому сколько стоит? Мои оценки такие, что в среднем на правесе надо тратить, как хотят людей сделать, примерно в четверо-пятеро, моя оценка технологически, в четверо-пятеро от стоимости основного сервиса, основного услуги. Если вы реально озабочены правильностью, то в четыре-пять раз. Смотрите, даже не вдвое. То есть там набегает... И что в результате будет? Если потратить... Ничего. Все равно украдут. Ничего. Все равно украдут, да. Потому что всегда есть заинтересованные. Кроме того, как только вы начнете, например, свои четыре-пять раз делать, то придут силовики и скажут, что нет, парень. Ты отдай эти деньги в качестве налогов, а мы на эти деньги тебе сделаем всю инфраструктуру и защитим тебя. За мелким исключением, только мы внутри контура вместе с тобой. Мы же тебя защищаем, мы же твое. Ну, вот. Все. Ничего сделать нельзя. Вы эти четыре-пять раз все равно потратите. То есть вот 40, вот вам за стоимость телефонов уже вы платите давно. За стоимость интернет он есть. Если вы считаете, что вы направились и сейчас ничего не тратите, это не так. Хорошо. Следующий вопрос. Да, Анатоль, спасибо большое за выступление. Очень приятно вас увидеть вживую. Вы нас перечитаете постоянно ваши блоги. А я, пустя, сильно отличаюсь от присленного. Это мне все. Другой продукт. Да, у меня такой вопрос. Вы умели архитектуру нейронет, сказать, что она может быть совершенно разная. У меня вопрос, насколько вы оцениваете вероятность возникновения пер-ту-пер архитектуры, где-нибудь как в центральной сервера и там справились все другие вопросы. Значит, смотрите, опыт показывает, что вопрос архитектуры пер-ту-пер, он обычно тоже экономический. И пер-ту-пер архитектуры не выдерживают, конечно. Они потом когда-нибудь появляются, но они появляются обычно как пер-ту-пер больших, потому что есть бэкбол, есть концентраторы. То есть есть такой закон, много моделирования было и в мире, что если у вас достаточно большая сеть, то в ней всегда появляются бэкбоны. То есть вы не можете гарантировать, что капилляры всегда есть капилляры. Бэкбон это там, где вот большой поток. То есть есть какие-то узлы, между которыми огромный гигантский поток. А они ну как артерии, вот альвеолы, да, вот они все вот так вот, капилляры, все устроено вот так. Поэтому когда вы говорите о пир-ту-пир, то ничего не будет пир-ту-пир, потому что бэкбонов нет, всегда появятся выделенные центры, которые возьмут на себя основной поток. Они тоже будут пир, но у них как бы пир другого уровня. Ну, я сдал ответ, да? Да, с этим сталкиваются все. Все говорят, давай сделаем вот этих телефончиков, выйдем на площадь и сделаем. Бак, трафика нет, мощи нет, ничего нет, все помирает, все тяжело вздыхают, и как, ну, вылакиваешь на площадь стационарные большие устройства, а они уже не пир, они уже хавы. То есть, если у вас есть сеть, то без хавов, ну, как бы, теоретически. не пир, Добрый день, спасибо за рассмотрение. Скажите, вот если данные проблематики обозначены в сторону, отложить человеческую жадность, желание, глупость, желание власти контролировать, какие есть научные проблемы, неоткрытые законы, психологии, социологии, в мозгу, которые, на которых нужно дойти и порядок, какие есть научные проблемы. Я что-то не понимаю, научное для меня это когда нет компактного описания какой-то группы явлений, да? То есть, научная проблема, как все представлено в мозгу, например, или научная проблема, почему мы не можем прийти к соглашению о том, что такое этика. Вот такие проблемы? Я просто не знаю, что вы считаете научными проблемами. Есть ли в обозначенном докладе неоткрытые научные темные зоны, на которые должна работать фундаментальная наука? А, то есть, вот этот коллективный гений, чем бы он занялся, да? Ну, хорошо, для начала, например, он мог бы себя изучить. Коллективный гений, такого еще не было. Ну, вот пусть делает теорию себя. Но чего не хватает для коллективного, для создания костей. Но чего не хватает, например, хорошо бы попробовать надежно сейчас мерить ту же самую коллективную нехимную нагрузку, когни-тепло, вот в живье, вот прямо вот сейчас, и это сильно помогло бы, например, обучению. Потому что, когда ребенок сидит, то мы не понимаем, то ли ему скучно, слишком легкие задачи, то ли он просто вылетел, потому что задачи трудные. И желательно это делать вот на каждой задаче, причем в первой, второй ее половине, то есть вот просто жизнь скучно. Ну, игроки же этим занимаются, игроки сейчас пытаются сделать так, чтобы движением, нажать на кнопочку, пытаются сообразить, я скучно или нет, и подкидывает тебя очередного голоса, или наоборот, его делают чуть-чуть полегче. Что мешает это сделать, например, на многие миллионы наших школьников? Вот просто типовая проблема. А далее есть коллаборатив лернинг. Значит, есть blended лернинг, это один ученик, учитель, то упражнение делает, то с учителем беседует, а есть коллаборатив, где есть полпа людей, и это важно, потому что люди общаются, и учатся как-то работать вместе. Вот туда вот это, и это будет полностью ситуация нейронетта. Спасибо, коллеги, давайте еще раз поздравим Анатолия. Через 8 минут начинается панель. Да, кстати, вот, теперь Анатолий был уже в блоге нейротехнологии, и мы продолжаем все на панелью с названием. В конце конференции выучите наше название. «Нейротехнологии. Эксперименты. Этические границы наук и бизнес». А сейчас кликаю 8 минут. Спасибо.